Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня у нас в меню очень целебное блюдо – пшеная каша с тыквой или оранжевая каша. А в гостях у нас сегодня Надежда Ивановна Плотникова. Доброго здоровьица! Доброго здоровьица! Вы пришли неспустимыми руками, я знаю, что вы любите готовить. Да, я пришла сегодня уже с готовой кашей, приготовленную по вашему рецепту. Обычно я тыквенную кашу готовлю на молоке и на рисе. Сегодня приготовленную по вашему рецепту на воде и просе. И очень много вопросов. Почему? Почему на воде и почему с просом, да? Но давайте сначала разберем, почему именно на воде и не на молоке. Действительно, если использовать кашку на молоке, ну она будет, как бы сказать так, вроде бы и сытнее и лучше. Но дело в том, что здесь добавляется белок, и белок молочный, он не совсем сочетается и с просом. Вот. И получается, что этот продукт является слизеобразующим. Поэтому эту кашку нежелательно есть лицам, которые часто болеют простудными заболеваниями. Это предрасполагает, то есть образует в организме слизь, которая в этом климате сыром, холодном. Вот. Она еще возбуждается и ведет к простудам. Поэтому лучше всего убрать. Просто сделать на воде. А вот что касается проса, проса это, знаете, намного будет полезнее, нежели рис. Рис, в первую очередь, он получается обдирной у нас также. А множество микроэлементов, которые находятся и дают пользу для нашего здоровья, они находятся в оболочке риса. А там уже нет. В просе же это есть. И, кстати, просе, знаете, оно такое маленькое и обладает рядом таких уникальных свойств. Сейчас я расскажу, какие это именно свойства. Еще древние говорили, что у него вкус сладкий и вяжущий, да? Свойства горячие в первой степени и сухие во второй. Оно легкие. Ну, что значит такое горячие в первой степени? То есть, когда что-то съешь, вот, например, если рис съели, он особо не, как бы сказать, не поднимает обменные процессы в организме и тем самым особо не разогревает организм. Просто съешьте за счет обменных процессов, которые идут пищеварительные, организм разогревается. Вот это уже ведет к тому, что, как бы сказать, легкий разогрев организма, древний горель, он в первой степени разогревает. Значит, сухое, раз оно сухое, то оно воду на себя еще упитывает и тем самым подсушивает. И за счет сухости оно еще и легкое. Вот, поэтому оно стимулирует такие жизненные принципы, как сухость, Бог говорит, вот в организме и, ну, дает теплоту. Это древние называли еще жизненный принцип теплоты – жалча. Вот, вот таким вот образом. Это понятно. А в совокупности с тыквой? Ага, я еще раз скажу. И обладает закрепляющими и высушивающими свойствами. То есть хорошо. Кстати, пшено способствует тому, что хорошо сращивает различные переломы. Если у вас там переломчик, есть накол кости, ну, пошли в голову, вот, споткнулись, упали, там, гипсы и так далее, то как быстренько восстановиться? Вот эту как раз кашку, которую вы сделали, пшенную с спросом, ее-то и надо будет есть почаще. Она способствует тому, что дробит разные камушки в мочевом пузыре, значит, увеличивает мочеотделение, то есть моча быстрее будет выходить, не будет никаких отеков, особенно, знаете, разные бывают на ногах, там, сердечного происхождения и прочее, прочее. Но, значит, оно вредно для беременной женщины и, значит, переваривается оно все-таки помедленнее, поэтому надо, как бы сказать, ну, дать время этому, то есть она более так рассытная. А почему тогда нельзя добавлять по вашему рецепту сахар? Хоть немножечко? Я думаю, что по моему рецепту можно туда добавить немножечко сахара для того, чтобы вкус был приятный, но если мы с вами используем тыкву, а тыкву лучше всего использовать сладких сортов, то вот эта сладость, естественно, которая имеется в тыкве, пусть она создает необходимый вкус. Значит, обычно разные бывают пропорции. Вот какие пропорции соблюдаете вы при приготовлении вот этой тыквенной каши? Это, значит, нам стакан проса. Стакан проса. Стакан проса. На стакан проса три стакана воды. Очень желательно побольше тыквы, где-то примерно грамм 400 не помешает. Грамм 400. Да. Вот мы нарезаем мелко тыквочку, заливаем водичкой, ставим на огонь, как только закипело, и начинаем на медленном огне варить где-то примерно минут 10-15. Это зависит от того, как ты покрошил эту тыквочку. Затем мы добавляем промытое проса, но не просто промытое проса. Вот мы промыли его, слили водичку, а потом вот кипятком, ну, буквально минутки 3-4, как бы, побольше заварить его, чтобы погрячее было. Кипяточком, да? Кипяточком. Немножко добавляем солички по вкусу, потому что без соли это не будет так вкусно. Обязательно нужно, чтобы присутствуют какие-то такие специи. И вот после того, как она проварилась, минут 20-15, в зависимости, смотрим, как упает, заворачиваем, и у нас она упаривается минут 20-30. Уварилась, и потом мы ее аккуратно аккуратненько вытаскиваем, и открываем. Вот она у нас каша. Ой, какая каша у нас получается. Да, и вот вы знаете, что вот, когда я варю, ну, варила, раньше я так думала, что буду варить только на водичке, добавляла даже не только вот молочко, но в конце варки добавляла немножечко и топленого молочка. Вот чтобы для цвета. И вот сегодня это было удивление, что получилась именно такая красивая оранжевая кашка. Вот это становится мягенькая, и когда много тыквы, она получается действительно вот такая вот более сладкая, и, кстати, очень полезная для работы желудочно-кишечного трактора. Вот это тот желтый цвет. Смотрите, тут еще очень важно сочетать по желтому цвету пшена и нашей вот тыквы. Недорогой мы ее назвали оранжевая каша. Да, очень красивая. Так, ну здесь у нас же нет в приварке ни масла, ни сахара, а вот как-нибудь что-нибудь... А вот смотрите, я помню, я вводил ее. Если добавляем туда, бывает, сахар, и начинаем все это готовить, сахар, бывает, подпекает. Бывало такое? Иногда бывало. Иногда бывало. Значит, вот как раз сахара не кладем нормально. Вот еще, чтобы водички было здесь нормально, да? Да. Потом, что еще лучше всего, вот она уже готова, мы с вами покладем-ка сюда топленого масла. И попробуем, как она у нас. Так, это вам, это мне. И самое важное, знаете, конечно, мы используем с вами сливочное масло, но топленое масло именно для здоровья оказывается намного лучше, нежели просто сливочное. Она уже, знаете, становится более теплым. Вот все, что прошло термическую обработку, ну, будем говорить, вот она как-то топилась. Она же теплоту вот эту вот воспринимала. Да. И становится какое по цвету, кстати, она? Кремовая. Она желтенькая становится, тоже такой золотистая, как солнечный цвет. Так же? Так же. Вот. И, кстати, вот у нас есть мед. Если уж мало сахара, можно сейчас немножечко метка добавить. Ну, это особенно там деткам. Ну, вообще, для того, чтобы она вот была по-настоящему сливная, лучше всего, значит, масло топленое, пшено вареное и тыква у нас в таком количестве. А еще бы лучше сладенького что-нибудь добавить. Сладенькое. Сейчас попробую. Она и так прекрасна на вкус. Я не знаю, что это вы еще хотите. Я так думаю, метку. Ну, хорошо, добавляйте метку. Будет совсем сладко. Будет совсем сладко. Но, знаете, когда мед смешивается, вернее, углеводы смешиваются с крахмалами, то они в некоторых случаях могут давать плохое пищеварение. Значит, почему? Нет. Ну, мы же немножечко, мы же не будем так вот, мы просто так вот усилить. Да, вкусно. Хорошо. Пробуйте, кушайте. А я поясню. Для того, чтобы каша была действительно целебная, надо знать одну из особенностей переваривания крахмала. Оказывается, в ротовой полости перевариваются крахмалы. Они измельчаются, обрабатываются слюной, и из крахмала образуется сахар. Первая стадия пищеварения. И тогда она проглатывается. Будем говорить, дальше пошло. Если у нас уже во рту имеется что-то сладкое, вот этот механизм по перевариванию крахмала, по расщеплению их, перестает работать. И поэтому он уже здесь должен обработаться, этот крахмал. А раз стадия переваривания крахмала в ротовой полости отсутствует, то она уже и в желудочно-кишечном тракте будет не так, как хотелось. И вот этот крахмальчик сосется в нашу кровь, поболтается неусвоенный, и далее он в виде супелек выйдет наружу. Потому что слизь выводится только через легкие и носоглотку. Вот почему, если человек неправильно питается, он болеет простудными заболеваниями, и вот это вот по утрам откашивается, отсморкивается и так далее. То есть получается, что приносит слизь у человека слишком? Да. Нежелательно. Получается, что такая кашка с метком может давать слизь. Поэтому, чтобы этого не было, лучше всего, как вы сделали. И мед добавлять теперь не буду. И мед добавлять. Лучше, когда мы тщательно жуем, у нас эта каша превращается в сладенькую. Самое лучшее. И вот мы с вами как раз говорили о том, что, смотрите, столько оранжевого цвета. Мы говорили, вернее, современная диетология обычно говорит, что вот в тыкве содержатся, допустим, пектины, клетчатка, которые улучшают продвижение пищи по кишечнику. Там витамин А, каротин и прочие-прочие витамины. Но мало кто обращал, оказывается, цвет-то тоже отработает. Значит, там что еще присутствует? Здесь присутствует энергетика цвета. Энергетика цвета оказывает очень сильное влияние. В первую очередь, оказывается, сам по себе оранжевый цвет, который мы там, как бы сказать, съедаем вместе с кашей, он способствует восстановлению нервной и мышечной ткани. Хотите восстановиться после тяжелого труда, перенервничали и так далее, что надо сделать? Покушать тыквенные кашки. Правильно, покушать тыквенные кашки восстановит нашу и нервы, и мышцы. А еще хотелось бы немножко вернуться назад. Вот вы говорите, у меня моя приятельница недавно сломала руку при гололюде. Так оказывается, значит, что и при переломах это все очень... При переломах особенно помогает вот это вот пшено. Именно оно способствует тому, что сращивает. Поэтому пшено хорошенько разваривайте, чтобы она хорошенько разварилась и именно в воде, и с этой кашкой едите. Будет великолепно действовать как хорошее средство, которое... Кстати, возвращаясь теперь к нашему рыжему цвету, что он еще делает? Ну, все любят сейчас найти такую там сексуальность. Оказывается, он способен поддерживать сексуальность, лечит болезни, связанные с нарушением мочеполовой системы. Вот, что важно. И согласно Айурведе, Айурведа это наука, индийская наука о жизни. Оранжевый цвет оказывает целебное действие при заболеваниях, вызванных сухостью в организме. Вот, он улучшает кровообращение и цвет кожи. Чтобы не было ни инфарктов, ни инсультов, никаких там расширений вен, там, ни геморрой и так далее. Значит, вот это вот надо кушать. Чем больше, значит, рыжего цвета, чем больше у нас тыкви будет в каше, тем лучше. Да, и, кстати, сам по себе, вы знаете, топленое масло, оно тоже в этой кашке способствует тому, что наши сосуды смягчаются. И замечено, кто ест постоянно или регулярно топленое масло, у телососуды становятся настолько эластичными, что ему не страшны ни инфаркты, ни инсульты. Что в себе очень хорошо. Великолепная профилактика. Так же? Так же. Так, Геннадий Петрович, вот вы говорите, что на молочке нельзя, а маслица мы добавляем. Так и там жиры, и там жиры. Есть действительно и в молоке жир, и есть жир и в масле, но все дело в том, что в молоке еще имеется белок. А вот сочетание вот белков с крахмалами, которые здесь как раз, вот не совсем желательно. И именно вот этот вот, в молоке имеется слизь, это очень важно понимать. Молоко, согласно Аюрведе, это продукт, который вызывает образование слизи в организме. То есть вот ребеночек, он сами знаете, он такой мягонький, большой, у него много воды, и он часто болеет чем? Простудными заболеваниями. Да, поэтому, а чего? Да потому что вот как раз он питается в основном молочной пищей. Но он еще хорошо, что он ее усваивает. А вот когда молочная пища, она сочетается с крахмалами, она не особо хорошо, это не особо хорошее сочетание, и приводит к тому, что образуется как раз вот эта вот слизь. Именно из-за того, что там белочек имеется, белочек и так далее, и тому подобное. Поэтому лучше всего на молочке не делать. В редких случаях, когда человек хочет, знаете, ну, будет он особо так, ну, какая-то худышка там еще, ну, тогда можно там еще на молочке. А для всех остальных, вот именно чтобы целебные, знаете, лучше так ответим, для того, чтобы была эта каша именно целебная, лучше использовать воду. Если вы хотите вкус, чтобы у вас был какой-то, ну, можете на молоке сводить, но тогда целебные свойства потеряются, они будут не такими ярко выраженными, как на воде. Нет, желательно, конечно, чтобы это было целебно, значит, только на воде. Да, и на воде, и в воду лучше всего настоять на кремнии. Кремнии, оказывается, он не только там особую структуру дает в воде, но он еще насыщает ее, знаете, такими веществами, которые нужны, таким же кремнием хотя бы насыщает, который делает наши сосудики эластичными. Мы уже говорили, чтобы не было инфарктов, инсультов. Почему мы эту кашку едим? Да потому что в ней содержатся такие вещества, помимо того, что мы говорили о цвете, которые наши сосуды делают мягенькими, эластичными, как в юности. А под старость, что под старость происходит с организма? Ну-ка, скажите. Увидает. Увидает, то есть он теряет воду и теплоту, он высыхает. А раз он высыхает, то надо противостоять этим процессам чем? Значит, топленым маслом, значит, вот структурированной водой, которая есть, и кашкой. Кашка-то это вызывает образование еще теплоты, и мы будем лучше себя чувствовать. Очень хорошо. Значит, это вот, больше такого рецепта дома даже не будет, на молоке, только на воде. Ну да, только на воде желательно делось. И с добавлением топленого маслица. И, кстати, Надежда Ивановна, в лечебном отношении оранжевый цвет очень эффективен при заболевании к селезенке, улучшает переваривание пищи и ее распределение по всему организму. И весьма высокий процент, который лечится с помощью вот такого рыжего цвета, это, значит, такие легочные заболевания, как воспаление легких, воспаление трахи, бронхи, глотки, пищеводы. Все это хорошо подается лечению, и особенно бронхиальная астма. И, кстати, вот я смотрю у вас, у вас тоже такой солнечный цвет, то есть волосики такие. У вас какой собственный цвет волос был? Русый. Русый, да? А вы что-нибудь заметили, вот когда вы покрасили волосы в такой цвет, что-нибудь изменилось в вашей жизни? Да. Что изменилось? Тепло становится. Тепло становится для того, чтобы, видите, как цветом можно воздействовать. Можно кофточку одеть, а можно волосы вот в такой цвет. Очень интересно. И получается, что этот цвет начинает влиять на нашу судьбу, начинает влиять на нашу жизнь, и у нас она расцветает совсем по-другому. Была какая-то там блеклая, каких-то знакомств они те были. А это как солнышко. Да. И люди совсем другие притягиваются, совсем иное идет настроение. Мягкость идет в общении. Вот, мягкость в общении, он уже чувствуется намного лучше. Очень интересно. А сердце укрепилось от рыжего цвета, она, вернее, от рыжего цвета, она тоже хорошо укрепляется. Как у вас раньше, были какие-то проблемы там? Только кольмем, не кольмем, там или еще что-нибудь. Бывает. Бывает. Поэтому очень хорошо этот цвет использовать в лечении сердца. Да, он помогает еще при заболеваниях, эпилепсии, что очень важно. Он проникает, что замечено, значит, вот есть цвет, который, вернее, цвет, он не глубоко в ткани там проникает. А вот зато оранжевый цвет, он зато глубоко проникает в организм и как раз вызывает все такие процессы. Нервная ткань, как я говорил, мышечная ткань ее восстанавливает. А когда мы эту кашку видим, все это идет у нас изнутри, и мы начинаем совсем по-другому чувствовать, расцветать. А кишечник как работает? О-о-о! А раз работает отлично кишечник, то весь организм здоровый. Правильно. На этой ноте мы и закончим нашу передачу. Доброго вам здоровья, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Наповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была Целебная кулинария. До новых встреч!